Девушки отдыхают 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 значит 3 литра вода почему потому что должен быть очень много места что ты тучины плавают купались купались вот так потому что если мало вода до фетучины слипнулся поэтому правильно 100 грамм паста литр вода теперь мы начнем начинаем делать соус нам нужно сливки сливки и 4 яйца бери пожалуйста миску под салом сыр 200 грамм пармезан молодец сыр надо добавлять 4 желток а сливки нам нужно 80 миллилитров разбили разобрали положили яйца составляет основа нашего сос они помогают полный сос обволакивает фетучин итак маленький хитрость карбонара это пикантное блюдо почему потому что бекон и пармезан но там еще есть перец поэтому что в сус получилась такой нежный пикантный мы можем добавлять сразу сюда в наши сус трошки перец нужно перец нужно да давай посотрудничаем все все так мало да это трошки это трошки да дорогой это вообще ничего ну вообще это ничего вот так вот оставляем нашим соус будем делать пасту тесто паста фетучина на яму же раскалку пожалуйста пожалуйста давай я сейчас покажу мне нужна мука чуточку при чуточку да совсем чуть-чуть а почему больше нельзя потому что потом тесто сухой будет и так ширина 20 сантиметра от толщина до до двух миллиметров но я уверена что у славы получится он же сильный раскатывает есть а по сколько часов в день тебе приходится тренироваться или ты сейчас уже не каждый минимум два часа каждый день до это когда в период когда у меня не подготовка к бою а просто ну просто тренировочные процессы сейчас просто важный момент как правильно сделать фетучин покажем наши среди как можно домашние есть какие машины и не машины сделать пасту обычный нож ножом острый просто вот так сделаем ровно такой прямоугольничек мы сделаем давай итак вот тебе фетучин это вот так вот вы лапшу девушка мужики называется мужики да давай продолжаем продолжаем давай у нас уже вода закипела да я пока поставлю сковороду на бекон отлично 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 настоящий пастамин молодец такое количество уже вячеслав нарезал да и что теперь их надо просто скрутить а покажи как мука немножко мукой и вот так вот и гнездо есть одна правиль обязательно правильно приготовление паста когда мы бросаем фетучине воду одновременно готовим соус бекон бросаем сковородку а фетучине воду и буквально ну и они должны просто готов одновременно и все мы сейчас перетираем наши пасты с мукой что потом каши не получилось поэтому берем чуть-чуть сыпая мука да молодец вещества а сейчас просто вот так вот важно что можно я делаешь и можно одна порция ага вторая порция а варить порционно будем да ну вообще мы будем варить все вместе я просто тебе покажу как это очень важно что паста карбонара подавалась горячим и дольше сохраняла температуру поэтому надя поставить пожалуйста в духовку тарелку из которых мы потом будем есть да да на 50 градусов три тарелки вячеслав пока надо будет заниматься тарелки на каждые 100 грамм паста надо добавлять воду 10 грамм соли поэтому у нас 300 грамм значит 30 грамм соли это 3 чайная ложка раз абракатабра спустя мы сейчас вот собираемся варить пасту а у нас же есть вопрос помнишь в тесте что нужно сделать сырыми изделиями из пасты чтобы они хорошо проварились и не слиплись ты сказал что нужно дать им подсохнуть на столе а затем сварить какой правильный ответ если это неправильно венчинцы только что нарезана паста да более эластичная поэтому добавляем воду сразу что получилось правильно идеально петушин и вячеслав и чтобы паста не пересыхала пока я говорю я быстро повторю правильный ответ на вопрос нашего теста что нужно делать сырыми изделиями из пасты чтобы они хорошо проварились и не слиплись нужно отправлять воду сразу и варить вода у нас закипела там соль давай приступать вот фетучини мы не забываем одновременно добавлять бекон здесь сковородка уже горячая посмотри какой ученик он уже все сам молодец а вы посмотрите здесь какие фетучини а так тут у нас все так быстро пошло и кастрюля на огне и сковорода на огне успеем ли мы правильно ответить на вопрос как долго нужно варить пасту чтобы она была вкусной сохранила форму тебе нравится вячеслав сварил пасту за одну минуту мы все видели что получилось потому что это неправильный ответ венчинцы поясни пожалуйста как долго будет вариться паста должен вариться два три минуты не больше если варить паста минуту будет недоварена сырая если больше 3 минут паста просто переварится получается как клей одну кащу а мы будем готовить аль денте как всегда да а знать как аль денте как катал денте перевод на на русский это не научилась на зубок на зубок да когда вы пробовать паста и чувствует такой на зубок что здесь в зубами чувствует на что паста аль денте готова вот это время варки две-три минуты это конечно для пасты которые вот мы только что приготовили в домашних условиях и сразу варим для пасты которая продается в магазине мы же иногда и готовы покупаем там свое время варки смотрите паста сейчас аль денте я даже не пробовал внутри белый а снаружи желтый поэтому паста аль денте это называется аль денте уже да паста готова я зафиксирую правильный ответ на важный вопрос нашего теста как долго нужно варить пасту чтобы она была вкусной сохранила форму две-три минуты и не больше у нас это время уже прошло достаем сейчас а с беконом что делать добавляем наши пасту здесь а сюда и таким образом понимаешь вячеслав точно ответ на последний вопрос фактически на практике постигаем правильный ответ на вопрос как нужно соединять пасту соусом чтобы блюдо не испортилось вячеславу был вариант остудить пасту и затем смешать соусом но здесь мы делаем по-другому расскажи что происходит просто сделаем по другому смотрите это не соус это бекон это бекон ждет что здесь поэтому паста сразу мы добавляем бекон на сковородку и обижали буквально минуту вместе вместе до перемещать только потом добавляем наши паста с начинка в соус еще наши карбонар итальянский карбонар как правильно делать в италии готова можно еще маленькие хитрости на самом деле можно ложку пожалуйста надо обязательно много бывает что в первый раз когда человек готовит паста не слышно что надо правильно сделать так мы можем просто добавлять буквально а для чего это что паста не сгорела мистер бекон а масло чтобы не было жирно и до вас то паста и так и не подгорел смотри наши паста готов наши карбонара продолжай продолжай вала выключаем здесь на где тарелка готова потому что мы сейчас все быстро числа ты говорили что паста твоя остыла и только потом добавляем соус да это неправильно я понял соус полностью не обволакивает обволакивает поэтому тебя не получилось смотри паста горячий начинка горячий сразу добавляем наши соус карбонара готова надо просто кушать это сюда да ты что а вот да я понял ребята это очень аппетитно и каждое фетучине будет соус лопата лопатка лопатка перемещая коротенько о какой аромат это просто хочется есть а между тем мне нужно еще напомнить правильный ответ на вопрос как нужно смешать пасту соусом чтобы блюдо не испортилось правильно горячую пасту вмешать в соус вот правильный ответ собственно это вячеслав и делает так тарелки я сделаю тарелки ребята да это гораздо не то что у меня получилось скажи совсем даже приблизительно не то очень важно сейчас не солить и не перчат потому что пармезан и бекон достаточно пикант поэтому осталось только сказать приятного аппетита смотрю на тебя как-то это земное сердце начинает биться смотри вот я его вижу я хочу уже не тоже смотри это у него у тебя ко мне да давай зовем влюбленные сердца и так смотрите раз два три я знаю что большинство любит поэтому просто вот так сейчас буду чихать вала все бон аппетита надо как это ребята а фото на память у нас же традиция галерея звезд фотография с блюдом с готовым так опа готова сейчас мы попробуем пасту карбонары а рецепт вы сможете записать в конце нашей встречи давай есть покажу как правильно с помощью ложки вот давайте сделать так ложка и потом сейчас вот так просто найди покажу проще и правильно вот так и вот так и вот так вот чемпионы очень вкусно честно божественно просто вкусно у меня нет слов фетучини согласны не развалились не сухие соус нежный сочный каждую фетучинку если можно так сказать каждую фетучинку действительно обволакивает и тут еще и бекон с пармезанчиком настолько острый пикантный вкус получается хочется есть есть и не останавливать спасибо тебе огромное ну вот карбонара готова мы даже попробовали убедились насколько это вкусно и по-домашнему но теперь равиоли начинка у нас есть тесто есть осталось слепить и сварить все еще нам нужно пикантный томатный соус нужно три штука помидор три очистить от кожуры затем перемолот в блендер добавить сливочное масло и перец вот и все мы пока с вячеслав будем сделать равиоли для того чтобы очистить помидоры от кожуры нужно сделать вот такие надрезы крест на крест и отправить кипяток мы можем использовать этот кипяток да может буквально минутку они там побудут а потом их охладим и они легко очиститься а сколько понадобится масло винчинцы для соуса 50 грамм 50 граммов сейчас я возьму масло над а сколько воды и сколько держать холодной воде а холодной залить тоже минутку подержать давай я сделаю вы же будете заниматься чем-то другим да надо делать сош мы пока будем заниматься равиоли выбирай какой красный красный я тебе покажу и повторяю давай берем скалку немножко мука я покажу ты повторяешь смотри для равиоли тесто должно быть не больше одного миллиметра то есть тоньше чем на феттучине да потому что мы чувствуем вкусно начинку если будет толстым и чувствуем только тесто а начинка будет очень-очень далеко в арту просто но видишь вячеслав после сегодняшней встречи у тебя появится талант готовить пасту я как тебе я боюсь чтобы меня не просили сюда и готовить ну почему боишься а я просто люблю поесть поесть любишь есть люби и готовить такая народная женская мудрость а как тебе в роли человека который оценивает таланты других судьи шестого сезона украина мой талант молодой человек вышел ставить рекорд украины в скоростном отжимании от пола так за 30 секунд он должен был максимальное количество раз отжаться он отжался по моему 44 раза и тут и и тут я он не ожидал что во первых жире будет сидеть спортсмен я поднял руку грамм можно я просто попробую я не претендую на рекорд и просто попробую что-то или это тяжело вообще ну все и да давайте можно я вышел попробовал отжался 56 раз да смотри у меня тесто готово уже так на месяц он не рвется эластичная тонкая и не рвется тебе нужно еще соус приготовить помидоры я очистила от кожицы вот как раз как-то и говорил желтки помогли начинке загустеть она уже не такая жидкая и можно будет ее отправлять в равиоли ну что нормально получается я думаю уже и достаточно есть разный способ как можно формировать равиоли можно ложку вячеслав а параллельно ты сделать свои тесто берем начинку и добавляем здесь а где начинать лучше ну туда скажешь ну да с крайне больше да ложка нормально чайная ложка следующий на расстоянии к варке смотри как у меня получается я по здесь 5 7 сантиметров делаем вячеслав 9 штучек равиоли сделаем так закупаем наши равиоли и сразу здесь есть разные способы как можно формировать равиоли и эти разные способы венченцы сейчас покажет на равиоли в тесто которого добавлено свекла это равиоли со шпинатом так что же это за способы красными будем делать просто квадратные и поэтому мы формируем с ножом на ли и так делаем так с ножом делаем форму и сделаем такой форма квадратные смотрите начиночку так закрепляем да вот такие большие это убираем потому что это много а слава будет другим способом каким-то делаем давай тогда ты попробуй на это красное сделать а я покажу еще один способ как можно я доделаю это да 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 квадратная по и еще покажу я пока сейчас раз за хорошо квадрат молодец масле перец и на 6 готов 50 грамм 50 грамм надя наш у тебя кисточка конечно вот там посмотри пожалуйста равиоли не раскрылись когда будем варить мы просто берем одни яйца взбиваем яйца здесь из помощь кисточка смазываем смазан тесто да 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 вот так а это как клей молодец получается как клей а вот масло вот таким вот образом должна измельчиться и видно еще и вода а теперь я покажу как другой способ равиоли смазан с яйца это тоже сам закрываем закрываем наши равиоли и с помощью стакана я пока доделываю равиоли со свекольным соком в тесте а вене показывает вячеславу как нужно формировать равиоли другим способом кстати там начинка из овощей и грибов с помощью стакана а будем сильно ну хорошо у нас получается такие равиоли круглые равиоли так круглые равиоли ты пока продолжай я сейчас покажу как квадратный равиоли можно еще делать другие равиоли смотрите наши равиоли будет вот такой вы среднем пальцем поставить центр с помощью большой палец сделать вот такой два больших пальца сверху по углам и это смотрите вокруг среднего пальца и сразу нас получается вот такой щапка дорогие телезрители спасибо что вы отправляете нам свои письма с рецептами блюд и секретами к ним лучшими секретами мы обязательно поделимся в нашей программе а наш конкурс продолжается если у вас есть секреты как упростить жизнь на кухне и сделать из подручных средств прекрасное кухонное приспособление расскажите о них нам ваши письма мы ждем по адресу который вы видите на экране авторы самых оригинальных приспособлений получат ценные призы об их изобретении мы обязательно расскажем в нашей программе вот и слепили все равиоли пока я тут рассказывала вене что еще нужно добавить в соус из помидоров и сливочного масла по моему ты говорил перец да что и перец все сразу по очереди давай раз а долго не буду лица три минуты а пока не можем выпить кофе вячеслав вот мне интересно представить тебя в роли папы в тот момент когда детишки шалят а это со всеми детьми буквально бывает ты превращаешься в такого строгого папу не наказываешь никогда вот как мы наказываем роберта и также мы поощряем материально то есть поощряем мы его за то что он там убьет игрушки поможет убрать кровать поднесет сумку платишь ему ну даём пару копеек но за эти деньги мы же водим его в игровые центры то есть не весом 10 рублей на 10 рублей он поиграется и минут три минуты и так смотрите блюдо не только вкусно тоже эффектно зелененькая и наш вот наши шапка еще один зеленый а сверху добавляем красный сос и так что нужно пробовать можем пробовать вячеслав узелков прям так пришел и приготовил равиоли и ты даже не удивляешься вот как будто тебе такие победы даются так раз и все найдем честно ничего особенно как это очень вкусно так быстро и доступно домашних условиях и вене реально покорил меня тем что я всегда думал что это тяжело ну его можно сделать легко очень легко очень вкусно а сейчас запишите рецепт для приготовления пасты карбонары вам понадобится мука яйца растительное масло вода сливки бекон сыр пармезан соль черный молотый перец делаем тестом высыпаем муку горкой на стол в муке делаем воронку добавляем в нее яйца растительное масло воду тесто интенсивно вымешиваем руками до образования упругой массы которая не прилипает к рукам отправляем тесто в холодильник на 20 минут готовим соус кастрюлю с водой и сковороду ставим на огонь нарезаем кубиками бекон натираем сыр на мелкую терку отделяем желтки от белков в отдельной миске смешиваем сливки тертый сыр и желтки готовим пасту карбонары раскатываем тесто в пласт шириной 20 сантиметров и нарезаем его острым ножом на длинные полоски пол сантиметра в ширину кипящую воду добавляем соль и выкладываем пасту на три минуты одновременно на сковороде обжариваем бекон готовую пасту выкладываем сковородку к бекону перемешиваем и слегка обжариваем пасту с беконом выкладываем в миску с соусом все тщательно перемешиваем паста карбонара готова для приготовления равиоли с сырной и грибной начинками вам понадобится мука яйца растительное масло вода свекла замороженный шпинат творог репчатый лук морковь шампиньоны соль черный молотый перец подготавливаем красители для натурального красного красителя очищаем свеклу натираем на мелкую терку свекольную массу отжимаем с помощью марли полученный сок это краситель красного оттенка для натурального зеленого красителя ставим сотейник с водой на огонь в кипящей воде бланшируем шпинат сливаем лишнюю влагу а затем перемалываем его в блендере зеленый краситель готов делаем тесто высыпаем две горки муки на стол в муке делаем воронку добавляем в нее яйца растительное масло воду в одну часть муки добавляем зеленый краситель в другую красный тесто интенсивно вымешиваем руками до образования эластичной массы которая не прилипает к рукам отправляем тесто настаиваться в холодильник на 20 минут подготавливаем начинку лук грибы и морковь очищаем и нарезаем мелкими кубиками обжариваем на растительном масле с добавлением соли и перца грибная начинка готова шпинат творог и желтки взбиваем в блендере до однородной массы вторая начинка готова готовим равиоли с двумя начинками раскатываем два разноцветных пласта теста на каждый пласт выкладываем по чайной ложке начинки квадратные равиоли формируем с помощью ножа круглый с помощью стакана отвариваем равиоли в подсоленной воде три минуты для приготовления томатного соуса вам понадобится помидоры сливочное масло и перец перемалываем очищенные помидоры в блендере добавляем сливочное масло перец по вкусу все хорошенько перемешиваем до однородности подавать равиоли с томатным соусом готовьте с нами и у вас все будет смачно наступного разу о все будет смачно мы разом с вами приготовим улюбленную выпечку наших предков традиционного трошку сыром у компании спевачки юлии плациной вы дизнаетесь как правильно замешать идеальное тесто для ватрушек опануйте таймнице приготовления легендарной французской булочки бриошка перетворите власную кухню на квитник спечать ватрушки в форме троян и у вас завтра все будет смачно а